Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте, смотрите сегодня. Довести умысел на убийство до конца июня не удалось. Вследствие того, что на место происшествия прибыли с атомной гиги полиции, Билл пытался задушить, а потом скинул с балкона пятого этажа. В Новосибирске вынесли решение по делу жестокого мигранта из Таджикистана. Потерпевшая, его родная дочь, выжила чудом. Им оказался 22-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством. Молодой дерзкий налетчик, вооруженный предметом, похожим на пистолет, обчистил магазин в Искитимском районе области. Уйти от ответственности ему не удастся. Был задержан оперативниками после совершения очередной кражи на территории Зайбцовского района. Выбирал час пик и обворовывал пассажиров серийного карманника, который орудовал на городских маршрутах. Поймали. Ущерб уже 400 тысяч рублей, но полицейские уверены, эпизодов будет больше. Получило не менее 62 ударов. В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Следователи ИСК выяснили так. В канун 8 марта со своей приятельницей расправился 45-летний местный житель. В одной из квартир Павлицы Станиславского в Ленинском районе города пара распивала спиртное. Под воздействием изрядной дозы алкоголя мужчина стал избивать свою знакомую. Удары наносил тупым предметом, пустой бутылкой и кулаками. Целился в голову. Изучать дело душегуба будут в областном суде. Грозит ему вплоть до пожизненного лишения свободы. Другого не менее жестокого персонажа уже приговорили в Кировском районном суде Новосибирска. В порыве ярости уроженец Таджикистана скинул свою дочь с балкона пятого этажа. Вон, веревки на каждом этаже были. И она, получается, упала дальше от мозги. То есть не на бетон, а на землю. Именно веревки для сушки белья на балконах затормозили падение девушки. Такие устройства имеются в каждой старой пятиэтажке. Полицию и скорую вызвали соседи. Сразу в наручнике заковали. Он сидел, то есть руки за спину. Чтобы он ее не трогал. Шевелить-то нельзя было. Потом приехала бригада. Погрузили. Все. Ну и, собственно, его сразу. А перелом лодыжки. Ну и вроде как позвоночника. Трагедия случилась еще в мае прошлого года. Сначала были крик, шум. Потом глухой звук упавшего тела. Хотя соседи вспоминают. Семья из Таджикистана обычно вела себя мирно. Глава, правда, прикладывался к бутылке. Папа очень любил выпить. Его часто здесь видели очень пьяным. И, судя по всему, под воздействием алкоголя что-то ему привиделось, прислышалось. А как сказала мама, я таджикским плохо владею. Ну, примерно поняла, что дочка пыталась его остановить. Он ее просто взял и вынес с балкона. По версии следствия, отец избил дочь. Девушка попыталась скрыться на балконе. И это стало ее ошибкой. Теперь 21-летней пострадавшей сложно ходить. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы приехали из телевидения. Вспоминать заново тот ужас девушка не захотела. Но дала возможность поговорить со своим дядей. Он и раскрыл подоплеку всей трагедии. Отец практически насильно выдал дочь замуж. Влез в долги. Но брак быстро распался. Он просил у дочки деньги? Да, чтобы я платил долги, да. А долги за что были у него? Ну, когда долги за свадьбу. Когда он взял замуж, эту дочку. Он был в долгах. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Несмотря на тяжесть последствий и серьезность самого преступления, родственники осужденного будут обжаловать приговор. Настаивает на этом и его родная дочь. Она хочет, чтобы я освободил его отца. Другого мигранта наказали в Бердске за попытку подкупа сотрудника ФСБ. Азиз Камал Зада попытался за деньги решить вопрос со своим нелегальным пребыванием в России. Когда этот человек намекнул силовику на то, что готов раскошелиться, сотрудник госбезопасности доложил обо всем руководству. Было принято решение встретить злодея во всеоружии. В кабинете установили скрытую камеру и момент передачи 80 тысяч рублей четко попал в объектив. А на словах «не волнуйся, все будет хорошо» появился спецназ. Кстати, ранее нелегало принудительно выдворяли из нашей страны за многочисленные нарушения закона. Но он вернулся по поддельному паспорту. Попался во время очередного рейда. СК возбудил уголовное дело по статье «Дача взятки» и в итоге свою мечту обвиняемый исполнил. Теперь официально на три года он задержится в России, правда, за колючей проволокой колонии общего режима. В селе Евсина из Китимского района Новосибирской области налетчик, вооруженный предметом, похожим на пистолет, ворвался в магазин и забрал из кассы наличку. Несмотря на то, что злоумышленник тщательно подготовился к преступлению и скрыл лицо шарфом, он уже в руках правоохранителей. Сотрудники отделения полиции «Леневская» межмуниципального отдела ЛГД России из Китимский в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого. Подозреваемый 22-летний местный уголовник молодого человека уже привлекали за угон автомобиля. На момент его визита в торговую точку налички было всего 5000 рублей. Когда фигуранта задержали, деньги он успел потратить. А вот пистолет, которым он угрожал продавцу, оказался обычной зажигалкой. Тем не менее, дело возбудили по статье «Разбой. Сейчас налетчик под стражей». А кражу, совершенную на территории одного из предприятий в Барабинске, помогла раскрыть служебная собака транспортной полиции. Овчарка по кличке Бора уверенно привела оперативников к частному жилищу неоднократно судимого 35-летнего мужчины. Как выяснилось, он тайком проникал на закрытый объект и выносил бронзовые детали для креплений контактной сети, инструменты и медные провода с подвижного состава. Часть похищенного нашли у него в доме, остальное злодей успел отнести в пункт приема цвет мета. Максимальное наказание за это преступление – пять лет колонии. А в Новосибирске полицейские поймали серийного карманника. Там 46-летний житель Калининского района, по версии следствия, промышлял в общественном транспорте. Один случай попал в объектив камеры, установленной в салоне автобуса. Мужчина специально выбирал часы пик, когда многие пассажиры в надежде добраться до дома буквально штурмуют перевозчиков. Злоумышленник как бы случайно прижимался к человеку и незаметно обыскивал одежду. Потом подхваченный толпой выходил на ближайшие остановки. Пока в его деле 13 эпизодов и ущерб на 400 тысяч рублей. И последнее. Полностью в огне. Накануне в Держинском районе Новосибирском произошло ЧП в приюте для бездомных животных «Хочу жить». Пламя охватило деревянное строение в считанные минуты. Пока не ясно, из-за чего все началось. Но волонтеры уверяют, что опасность пришла с соседнего участка. Они сразу бросились спасать питомцев, отвязывали собак и ловили кошек. О документах, кормах и каких-то вещах в тот момент никто не думал. Сгорело все. Частично повреждены помещения. В регионе еще держится морозная погода, а обитатели приюта сейчас в летних вольерах. Хозяйка надеется на помощь в восстановлении дома. Ребята все волнуются, поэтому вот как обстоят дела. Животные все живы. Наши животные приюта. Все хорошо. Привет, привет, привет. Да, да, да. Кошки бедные. Вот они все один на другом сидят. И на этом пока все. Если вы сняли видео о происшествии или преступления, присылайте его на редакционный WhatsApp номер 8 983 510 2005. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok